Всем привет! С вами Kant Outdoor. Сегодня мы продолжаем говорить о трекинговых палках и рассмотрим поподробнее их на примере трех брендов, которые присутствуют в нашей сети и их на наших наиболее интересных моделях. Начнем мы наше знакомство с итальянской фирмы Kober. Все палки Kober производятся в Италии. Палки достаточно хорошего качества. В моих руках модель Kober Quota. Чем же она интересна? Палка с алюминиевой трубки на цанговой системе фиксации. Достаточно компактно складывается. Ее, в принципе, интересные моменты. Это вот такая вот очень комфортная эргономичная рукоятка из пробки. Достаточно приятная на ощупь. Это достаточно комфортный темляк и вот такой вот перехват из статистической пены, чтобы мы могли поменять высоту палки, не регулируя ее в сегментах, если это понадобится нам во время ходьбы. Палка имеет также хорош победитовый наконечник и кольца различного диаметра в комплекте. Очень интересный вариант в соотношении цены и качества и максимальная длина этой палки 140 сантиметров. Поэтому, в принципе, она просто подойдет любому человеку. Что важно, стержень фиксации в этом механизме здесь алюминиевый, что, естественно, добавляет ему надежности и прочности. Следующая модель это Cobra Edge 18+. Что же означает это название? Это не возрастной ценз, как вы могли подумать. Это диаметр трубки, что составляет 18 миллиметров. Кстати, говоря, подобная модель существует и в диаметре поменьше 16, что, соответственно, дает ей меньше вес. Чем интересна эта модель? В принципе, она чем-то похожа на модель Quota, но здесь ручка полностью из синтетической пены, что делает палку легче. Перехват немножко другого формата исполнен, тоже достаточно удобный. И здесь система фиксации уже клипсовая, нежели. Циангра регулируется проще, в целом регулировки удобней и надежней. Также имеет максимальную длину 140 сантиметров, и достаточно легкая палка, тоже с победитым наконечником, тоже имеет в комплекте кольца разного диаметра. В принципе, у Cobra множество интересных моделей практически на все виды трекинговой активности, даже на трейл ранговой дисциплины. Если хотите познакомиться с ним поближе, заходите к нам на сайт, или походите к нам в магазины. Следующий бренд, с которым мы познакомимся, это американский бренд Black Diamond. Black Diamond. Это монстр мирового Outdoor и Alpine рынка. Производит множество различного снаряжения, в том числе отличные трекинговые палки. Чем эти палки хороши? Во-первых, вот такая вот модель, которая называется Trail. Модель очень популярная и совмещает в себе, в принципе, все очень интересные, полезные элементы трекинговой палки. Палка алюминиевая сама по себе. Сегмент палки алюминиевая, имеют клипсовую систему фиксации, достаточно надежную, что немаловажно. Здесь система клипсы находится на самой трубке, что позволяет фиксировать ее очень плотно и в то же время надежно. Также эта палка имеет рукоятку из синтетической пены, с таким небольшим перехватом, даст нам больше комфорта в ее использовании. Достаточно комфортный темляк, малый вес палки, два типа колец в комплекте, под снег, под грунт и достаточно прочный победитовый наконечник. Наконечник, кстати говоря, можно заменить, они продаются отдельно, и пластиковый сегмент, и вот эта саму часть достаточно просто меняется. Существует ваганти женском, который держит в руках, его максимальная длина 125 сантиметров, существует также в варианте мужском, до 140 сантиметров длина. Следующая интересная модель от компании Black Diamond, модель называется Distance Z. Что же это за минималистичная легкая палка? Палка в большей степени будет интересна людям, которые занимаются трейл раннингом или какими-то мультиспортивными дисциплинами, потому что палка, во-первых, очень легкая, здесь нет ничего лишнего, и палка очень компактно складывается. Что мы сейчас увидим? Она имеет вот такую систему фиксации звеньев, это плотный шнурок, аккантованный в такую силиконку, и мы можем ее сложить вот таким вот образом, что получается достаточно компактно, она может даже приместиться внутрь рюкзака, и вот таким вот образом быстро и легко ее собрать. Как я уже сказал, достаточно малый вес за счет в том числе вот такой вот рукоятки синтетической пены и тонкого диаметра трубки из алюминия. Что немаловажно, эта модель палок не регулируется по длине, она существует в различных ростовках, и чтобы ее правильно выбрать по длине, мы должны взять палку в руку, в кисть, и при прямом положении туловища рука в локте должна иметь градус 90. Вот можем видеть здесь, мне эта палка немножко великовата, было бы идеально, если бы рука моя была в таком положении. Следующая подобная модель, это палка компакта. Чем она отличается от предыдущей? Во-первых, она регулируется по длине, здесь мы можем подогнать под любую ростовку от 135 до 115, благодаря вот такой вот клипсе неподвижной части, но складывается она в принципе подобным же образом, складывается даже еще компактней, то есть мы имеем в сложном виде вот такой вот лагант и точно так же быстро мы ее раскладываем. Она немножко потяжелее, потому что ручка здесь как раз таки сделана из другого материала, резиновая и небольшой перехват. Также победит твой наконечник, прочный и надежный. И вот такой вот минималистичный темляк. И в заключении, у Black Diamond палка, можно сказать, квинтэссенция развития трекинговых палок Black Diamond, палка Trail Pro. В принципе, в ней есть все, что нужно для хорошей трекинговой палки. Это и достаточно прочная тонкая алюминиевая трубка, трубка, которая имеет малый вес. Это и достаточно прочные алюминиевые клипсы, которые имеют очень плотную фиксацию и легкая рукоятка из пены. Палка из категории Top. Следующий бренд, с которым мы познакомимся, это австрийская компания Comperdel. Все палки этой компании производятся в Австрии. И начнем мы знакомство вот с такой модели, которая называется Rich Hiker. И чем она интересна. Это алюминиевая палка, сделанная из высококачественного алюминия, 7000-го. Палка, в принципе, достаточно не тяжелая, имеет клипсовую систему фиксации, так называемая система PowerLock 3.0 Comperdel. Клипсы алюминиевые и достаточно плотно и надежно фиксируют трубку. Здесь рукоятка из пробки, что тактильно достаточно приятно и сама ее форма достаточно удобная для обхвата кистью. Палка существует в двух вариантах, покороче длиной максимальной 120 см для людей, пониже ростом до 170-175 см и в регулярной ростовке до 140 см. Который подъезд, в принципе, кому угодно. Прочный победительный наконечник, кольца различного диаметра могут быть на этой палке. Следующая модель очень интересная. Модель называется Explorer. Чем же она примечательна? Она также имеет систему фиксации PowerLock. Блобная надежная клипса. Также трубка выполнена из высококачественного симметричного алюминия. Вообще, нужно отметить, что практически все алюминиевые модели палок компании Comperdel выполнены из этого алюминия. Она достаточно легкая и прочная. Рукоятка из синтетической пены. Рукоятка достаточно легкая. И в целом палка весит очень немного. Рукоятка достаточно легкая и в целом эти палки весят очень немного. Также имеют победитовый наконечник. В принципе, такие палки подойдут практически на любой вид активности. Будь то трекинг, легкие выходы одноневные или на несколько дней даже альпинизм в классическом стиле. Практически куда угодно. Складывается компактно. На сложном состоянии. Весит немного. И достаточно надежный. Если при выборе снаряжения вес этого снаряжения для вас очень важен. Если вы, выбирая ложку или кружку, взвешиваете ее на весах, то для вас есть очень интересное предложение от компании Comperdel. Это серия карбоновых палок. Начнем мы вот с такой модели, которая называется C3 Carbon. Палка, как мы уже могли понять, основная и часть, два сегмента выполнены из карбона. Нижний сегмент выполнен из титанала. Сплав алюминия с титаном. И ручка, естественно, из легкосинтетической пены. Палка очень легкая. При том, что длина ее максимальная 140. Существует, кстати, в арганте компактном. Длины до 120. И это будет очень хороший выбор для выходов и активности в стиле Fast and Light. Быстро и легко для альпинистов, которым важен каждый грамм веса. Ну и просто для тех, кто предпочитает в снаряжении малый вес и функциональность. Также высокопрочный победитовый наконечник и различный комплект колец. Вот, кстати, вариант той же палки Compact. Палка имеет максимально 120 см. И, в словом состоянии, также достаточно компактно. И хедлайнер нашего обзора. Это до неприлличия легкая палка Comperdel Ultra Light Vagor 4. Палка карбоновая с нижним сегментом из титанала. Но не это самое примечательное. При своей максимальной ростовке H145 одна палка весит менее 200 грамм. В комплекте двух палок она, естественно, весит 1,4-100 грамм. Это очень небольшой вес. Это и за счет легкой пенной ручки, и за счет карбоновых технологовых сегментов, и за счет очень интересной специфической системы фиксации. Верхний сегмент фиксируется на клипсе, как мы видим. Нижние сегменты вот таким вот образом выкручиваются. Здесь они соединены плотным прочным шнуром. И вот таким вот образом на четыре сегмента мы можем ее разобрать, что делает ее очень компактной. Также интересный элемент в этой палке – это вот такое вот 3D-кольцо, которое имеет вот такую вот поворотную часть и может вращаться в зависимости от рельефа. Палка достаточно легкая, очень функциональная, и будет интересно для тех, кому очень важен малый вес, компактность и в то же время надежность. Вот такие наиболее интересные, на наш взгляд, модели трекинговых палок, которые представлены в нашей сети. Приходите, поможем выбрать вам нужный вариант. Если хотите больше информации, подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго, до встречи!